итак всем привет автомобиле лада гранта полетел у меня шрус конечно много видюшек было но сейчас расскажу в чем прикол почему я тоже снимаю это видео полетел у меня шрус левые симптоматика на при движении по прямой при отпускании педали газа появляются явные стуки биение в педаль биение в руль при повороте налево направо появляются ярко выраженные щелчки в районе подозреваемого колеса диагноз меняем шрус выбор полна наружный при осмотре выявлено порван пыльник как снимаем как собственно замена происходит для того чтобы поменять понадобится съемник желательно вот такой чтобы открутить ролевой наконечник съемник в принципе довольно таки неплохо я им даже шаровый снимал так что если кто такой увидит рекомендую брать такой они в такой форме как накидушка и снизу болт летят только хоть что делаем в первую очередь раскручиваем гайком которая держит шрус ключ там идет на 30 головка накидная я взял вороток на 60 воротком на 60 легко откручивается далее снизу в районе шаровой опоры здесь стоят два болта на 17 их также легко открутить снизу длинной головкой на 17 здесь по моему этот то ли на 17 на 19 выдергиваем шпильку скручиваем гайку ставим съемник крутим ключиком там но я просто разведником крутил ролевой наконечник отходит сдергиваем всю вот эту трихомудию отодвигаем в сторону видим шрус собственно почему я снял это видео у у меня тут какая-то мистика то ли это заводская намотка пакет потому что это что-то странное я не понимаю откуда такая сопля где такое мог поймать мне кажется это результат того что я купил что-то не то по крайней мере для меня это новость и дикость слушайте на это на мешок даже не похоже это просто кусок какого-то полиэтилена а и вон еще не заканчивается то есть тут что-то еще бы я сразу горит не я намотал это было до меня сейчас вспышку включу чтобы было видно собственно видимо поэтому то он мне да это он порвался пыльник и звук я думаю слышно что делаем дальше срезаем пыльник полностью бьем молотком сюда бить можно прям как дурной сбиваем там будет стопорное кольцо стопорное кольцо ставится на привод меняем стопорное кольцо в комплекте но взял в этот раз автовазовские оригиналы новый пыльничек стяжки со стяжками пока не знаю скорее там нужно какой-то специальный ключ мне его нету буду ставить обычные стяжки шрус и стопорное кольцо старое снимаем новое ставим забиваем шрус до щелчка ну и дальше собираем обратно в порядке в принципе вроде бы все по существу и кратко всем спасибо за внимание